доброе утро друзья ну что была встреча и вот оно расставание до при провожаю лешика сейчас до калиточки провожу покажу что он вчера сделал покажу что мы вчера сделали мы уже практически собрали каркас камина вот расскажу сколько это уже обошлось ну и вы решите стоит ли вам решиться на создание такой красоты на самом деле ничего сложного пока нету да очень быстро мы за вечерок так гуляючи собрали конечно было не без ошибок вот ну без них никуда благо материал этот хорошо клеится ничего страшного да он хорошо клеится режется так что из этого же материала будем делать и летний душ и туалет в общем только его нужно отделать соответственно да ну конечно за штукатурить и все но получается достаточно бюджетно вот последние минутки лёшик ну возьми батончики я буду заходить магнит вот такой вредина сама такая да лежит чеснок теперь до весны да нет я все-таки постараюсь его найти время если будет хорошая погода да мне там люди писали лена в феврале будет окно как раз теплое окно для посадки чеснока я посмеялась спасибо друзья за ваши комментарии просто ошибся скорее всего нет человек просто пошутил так ну ладно я тоже обуваюсь лёшек вот это пожалуйста сейчас уберу ложите на место сейчас все уберу не беспокойтесь да стоит здесь у меня коробочек от соковарки тоже вот эти вот ботиночки на которые просыпалась у меня вчера обязательно ну дайте вздохнуть дайте вздохнуть под свежим воздухом кстати буду сейчас грунтовать камин на улице слава богу дождя нет да обязательно вытру вытру влагу и буду здесь чтобы в доме не было это до вас класс действительно класс чтобы мусора в доме не было сейчас оденусь потеплее она так не холодно я иду вот с голыми ногами так ну что а шпингалетик вчера лёшек сделал сделал шпингалетик теперь здесь он длинненький да я покажу умница ты моя теперь классно маленький не закрывал и мы на петельках вот когда уходили просто замок висел а теперь все культур мультур да лёшенька да я поверчусь вот такие вот тучи не знаю может быть подожди не закрывай ну пусть так держится но так и будет хотел рассверлить но потом перестал передумал время есть еще у нас ну подожди дай хоть потянули давай приеду позвоню да обязательно все поехал а я пойду заниматься сейчас делами буду руки чешутся не знаю за что хвататься друзья вы мне там пишите лена скорее лоскутным шитьем почворком занимайтесь потому что пришло пришла вода наверное точно которую я уже оплатила что-то они видимо на почте потеряли я закроюсь закроюсь на замочек чтобы не стучали если что в окнах потому что это очень для меня это это очень стресса в общем стресс испытываю когда стучат в окна причем так настойчиво все захожу сейчас таким взглядом свои владения да не сыра сыром он вода стоит опять ночью дождь шел ведь еще надо будет сделать водоотливы вот там на крыше чтобы вода по всему периметру дома стекала в определенную точку и фундамент сохранялся да друзья как-то переключилась я на ролике которые рассказывают о домах люди покупают продают и в общем поняла что мы удачно очень удачно купили наш дом вот сейчас такие дома за такую цену вообще просто не купишь и без газа и в каком-то далеком селе где может быть один магазин вот и вся цивилизация а мы все-таки город который состоит из частного сектора и домик наш очень-очень даже приличный особенно после наших переделок друзья сейчас я вам покажу что у нас осталось вот полифлекса и а дальше вставлю ролик как это все начиналось то есть вчерашний ролик поменяю хронологию местами сегодня уже наверное 27 октября сейчас посмотрю на календарь на сегодня 27 или 28 в общем я уже запуталась дата а вот посмотрите как это все было вчера добрый день дорогие друзья вчера вышло видео о камине и вчера лёшик уже закупил практически все материалы там кое-что останется по мелочи докупить чтобы и в нашем домике так скажем в деревне был тоже камин идея замечательная вы ее также мне меня поддержали с этой идеей очень просится сюда камин под это красивое зеркало лёшик закупил пеноплекс закупил плиточный клей которым будет штукатурится потом этот пеноплекс что еще купил клей титан литровую бутылку хоть у меня и был но все равно он никогда мне не помешает потому что всегда нужен я занимаюсь рукоделием он везде нужен я вам с вами поделюсь видео которое было вдохновляющим для меня на ю тубе очень много видео как сделать камин и из пенопласта и пеноплекса и даже делают из картона но вот из пеноплекса мне понравилось это видео я конечно же поделюсь ссылкой на это видео очень понравилось автор и мы решили вдохновить конечно будет немножко с нашими изменениями вы их увидите но как пособие по изготовлению там есть и размеры может быть мы немножко подкорректируем размеры конечно же будет немножко другой камин но я очень благодарна автору этого канала ссылочку оставлю в описании лёшик уже вовсю занимается строительством нашего камина сейчас мы убираем ненужные части отпиливаем лишь легко в общем строительство камина в полном разгаре друзья готовим фундамент фундамент у нас будет состоять из двух частей то есть плита на плите соответственно одна плита будет глубиной 30 сантиметров а вторая плита будет 25 сантиметров вот 25 это будет верхняя плита которая будет клеится на большую плиту ну и соответственно вторая плита которая поуже 25 сантиметров будет на 10 сантиметров по длине меньше первой мы решили делать во всю длину метр двадцать до здесь длина этого кинофрекции не помнишь а вот еще ноу-хау кстати вот покажу вам наш кварцвинил а нет это ты не тот взял это 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 не кварцвинил а это ламинат вот нужно обязательно конечно сделать подложку чтобы не резать пол вот мы положили это ламинат здесь был при покупке дома видимо от чего-то остался хотя я не поняла у нас вроде кто здесь ничего ну никакого ламината не было лёша не очень ровно что-то отрезать поэтому я ножок хотел тут немножко он толстый буду делать вот я принес винил посмотрите по сути это пластик он совершенно влагостойкий вот от слова совсем видите здесь нет бумаги но выглядит это как ламинат очень хорошее покрытие но это мы сделать можем лишь где неровно отрезано мы же можем к стене это все вот мне больше нравится срез там здесь вот видишь он какие делает вот такие вот пила а она сделает вообще другие эти просто не торопиться делать и не в этом медленно ты не забывай я провязаю сначала ну да да потом еще раз да вот и когда еще раз лезвие длинное она гнется тут толщина 5 сантиметров до почем ты брал его скажи по 350 рублей листья вот взяли вообще три листа приблизительно надо но мы взяли 4 потому что нижний фундамент вот я хочу сделать из двух плит аналог как у московской квартире у лёши там правда мы делали из пеноблоков а здесь будет из полифлекса пила делает много мусора а нож нет режется но хорошо короче друзья работаем вот что у нас уже получилось это вот как раз фундамент камина состоящий из двух вот таких вот плит теперь будем вырезать стойки камина вверх ну да я сейчас это склею я буду клеить а ты будешь вырезать стойки они будут у нас по 20 сантиметров и тоже надо отступ сделать на 5 до в общем дальше работаем друзья ну смотрите что у нас уже получилось сколько лишь часа два прошло до за два часа мы собрали практически собрали каркас камина вот осталось дело за малым здесь скорее всего скорее всего будет столешница из дерева алёша купит а в леруа мерлен немного камин да не немного а много намного он изменился не тот который в ролике но повторюсь я автору очень очень благодарна я хочу добавить что ни разу не было ничего чтобы елена ивановна делала чтобы она повторял у него всегда да но идея очень хороша вот очень быстро и я бы сказала не так уж и дорого ну сейчас мы потратили около двух тысяч рублей вот сейчас я покажу вам части этого камина и вы конечно же самостоятельно все сами сделаете здесь ничего сложного нет на мой взгляд просто нужно соблюсти пропорции понятие какая топка нужна вам размер топки какой размер самого камина конечно же отсюда зависят все пропорции вот сейчас я покажу вам эту конструкцию а потом я буду снизу большими крыть крепить вот это вот как не поняла а ты подожди не надо сейчас крепить лёш я хочу заштукатурить отдельно а потом крепить зачем же мне потом подлезать сначала я штукатурю одну часть потом другое а потом вверх будем крепить также гораздо удобнее будет крепить я буду вот тут как раз большим саморезом снизу вверх вот эту часть правильно вот эту часть зачем сейчас я тебе про это и говорю зачем сейчас крепить ее если мне нужно аштукатурить потом я буду прийти я про это говорю на разных языках нет ты сейчас не сказал давай вот это снимай я буду крепить я тебе говорю подожди крепить сначала надо заштукатурить так ладно спор это тоже в споре рождается истина вот я вам покажу сейчас как это выглядит то есть вот эта часть портал так скажем фасадный состоит из двух частей вот эта часть вот так выпилена и вот эта стоечка выпилена ну по идее тогда из трех частей потому что стойка тоже здесь вот как вы видите склеена скотчем но лёшек еще и саморезы здесь вот саморезами закрепил скотч ими виду клей и скотч клею я здесь клеем титан вот портал готов почти готов сейчас вот здесь вот еще хотя в видео где я брала идею вот здесь вот этого нет но мы закроем сейчас вот это все чтобы было очень похоже на ну на реальный камин вот низ у нас состоит из двух плиток которые отличаются по размерам вторая плита соответственно немножко меньше насколько я потом все размеры укажу точно когда будет готов камин я все эти чертежи кому интересно расскажу но повторюсь что у всех кто захочет сделать этот камин я думаю размеры будут свои разные в зависимости от величины комнаты в зависимости от величины может быть зеркало или картины которая висит у вас на стене но приблизительно если вам понравится эта идея то можете взять ее на вооружение и сделать такой же камин повторюсь друзья это очень очень быстро потом внутри выложу плиточкой все свои вот этой собственного производства лёшек проведет туда лэп электричество розеточку и чтобы этот камин еще и красиво можно заделить за декорировать как ну что-то горящий огонь или не знаю что то такое так что вот так вот очень очень быстро я бы сказала дешево рождаются вещи которые очень украшают ваш дом и добавляют соответственно колорит уют ну и что-то такое волшебное скоро же новый год и сейчас покажу как это выглядит сейчас вот видите это наша ошибка это мы немножко отрезали на сантиметр вверх камина сейчас посмотрите вот так вот выглядит наш камин сейчас полностью собрана конструкция сегодня сегодня я его буду грунтовать грунтовать специальной грунтовкой той которой я грунтовала стены перед штукатуркой вот на улице когда штукатурила нашу пристройку она с кварцем такая шершавенькая очень хорошо укроет вот этот пенофлекс в общем про грунтую потом буду как раз и армированная сетка осталась от пристройки и буду штукатурить плиточным клеем все купили вчера купили вот вот это вся покупка то есть пенофлекс по 350 рублей 4 листа потом вот такие уголки которые будут вот здесь вот вот так вот для жесткости плиточный клей и этот лёша купил вот этот клей титан но он у меня был но все равно пригодится в общем все это обошлось 2400 рублей еще здесь будет деревянная столешница на 25 сантиметров глубиной 800 рублей в леруа это лёшик привезет из москвы очень не хочется чтобы вверх был деревянным конечно можно было бы сделать из полифлекса этого вот как раз остались две части он хорошо клеится вот так вот можно было бы склеить и сделать столешницу наверх тоже ее заштукатурить в общем все дела можно сделать из ламината тоже ее делают из чего только не делают но мне кажется сюда именно вот деревянная нужна столешница которая ну придаст шика что ли богатство какого-то этому камину вот я еще вчера в озоне заказала такой заборчик я если в этом ну получится мне снять фото этого заборчика который будет который будет здесь вот в виде как загородочка для дров ну в общем тоже придаст определенный шар еще останется провести сюда лэп то есть здесь будет розетка провод будет идти вот здесь вот прятаться в кабель канале в плинтусе там хорошее место вот сюда будет прятаться этот кабель будет подходить вот сюда здесь сделаем небольшую дырочку для этого провода или внизу нет скорее внизу вот и здесь будет розетка можно будет включать и декорировать камин чтобы он действительно был похож на настоящий будет гореть там огонь в общем друзья это будет просто красота красивая еще останется мне купить молды Лешик тоже будет смотреть эти молды в Леруа Мерлин потому что они там полиуретановые лучшего качества здесь есть потолочный плинтус который заменит вот эти молды у нас в Чеплыгине но он самый такой пенопластовый самый дешевый мне хочется как-то чтобы это было фундаментально красивее в общем это все покраситься и будет я думаю очень-очень красиво вот такой камин за недорого у меня даже возникают мысли а может быть мне заняться изготовлением таких каминов на заказ на продажу я думаю что результат будет вот попробую попробую разместить где-нибудь на площадках этот камин когда он будет готов а может быть через мой канал youtube буду делать рекламу все-таки нас уже друзья скоро сто тысяч может может быть через месяц будет сто тысяч уже вот так что думаю что у меня все получится и это будет моя работа так скажем работа которая нравится которую я буду делать с удовольствием для людей которые захотят приобрести вот такой камин все мои хорошие на этом я буду с вами прощаться я надеюсь я вас замотивировала на вот такую красоту ничего сложного нет все у вас получится я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была Елена Ситникова пока-пока